всем здравствуйте сегодня будем рисовать тукана это у меня на формате а3 я перенесла на а4 такой набросок сделал чтобы мы сейчас с легкостью все перенесли за счет того что у него очень огромный клюв нам нужно сместить тело влево я отделю немножко сразу ветку на которой будет сидеть на штукан и сюда рисую тело овал подрисовываю голову и вот клюв так он у нас раскрыт я сразу могу это нарисовать прям впритык тоже лучше не делать листа чуть оставить место так хорошо здесь можно сразу отделить вот эту желтенькую грудку желтый окрас и вот сюда глаз здесь будет кусочек хвостика попадать лапки не буду пока рисовать потому что я думаю что мы все равно их закрасим так и тут крылья такие плечики рисую небольшие крылья можно веточку там подрисовать какой-то ну и все только он готов путиную сразу фону переходить так я сделаю такой же голубой тут я писала разными оттенками но я думаю мы можем немного упростить и нам нужно фон сделать посветлее у нас тукан будет темно-синий практически черный значит фон будем добавлять белый цвет и в синий добавлю и в синий добавлю и в синий добавлю ну вот ну вот могу все это закрасить тут между клювом так как у нас открыто тоже фон раскрасим если я хочу мазочки то я просто вот добавлю например зеленый фон прям сразу тут и буду его перемешивать у меня получится разные оттенки на фоне у меня получится разные оттенки на фоне это не так вот это сумен это 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 так я фон сильно доделывать не буду до конца я оставлю а вы это делаете делайте как следует так ну что ну все я возьму теперь чем на синим беру вот этот синий и буду топлив туда немножко черного цвета такой очень темно и пока просто закрашу все перья этим цветом желтый и и пока просто раскрашивать желтому грудку так и теперь могу добавить туда красный сделать оранжевый цвет и и клювик сделать так и нам нужно сделать ветку берем красный добавляем зеленый цвет чтобы получить коричневый мы все закончим с скажем так заливками и будем доделывать детали могу туда добавить немножко черного чтобы потемнее было сделать такую тень так класс я тоже сразу запрашивал чтобы он мне тут не светился ставлю белый блик и можно пока мне черные вот этот кончик черненьким тоже закрасить подчеркнуть ну раз черный мы взяли все черное мы проработаем можно вот эту хохолок сделать подчеркнуть еще клювик я уже стараюсь такой как перья делать можно немножко отделить плечо возьму просто светлый синий обычный синий ну прям из банки еще пройдусь так и можно теперь синий смешать с белым а можно вот даже с фона взять сделать немножко таких тоже перьев сверленьких что глаз большущий сделала ну ладно в принципе нормально смотрится можно еще блик добавить теперь мне нужно сделать светло-желтый ну просто желтый с белым смешиваю эту грудку посветлее можно даже вообще чисто белым кто такое где у нас очищик сделать так здесь вот так хорошо кстати лапки лапки ну вот просто да их только немножко надо заворачивать чтобы было ощущение что держится за круглую ветку можно немножко темным подчеркнуть хорошо еще светло-желтым и светло-оранжевым нам надо свет сделать на клювике хорошо ну что можно взять вот просто зеленый просто зеленый вот этот прям из банки нарисовать ветки ну вот такие пальмы какие-то тропические в общем посмотреть можно картинки можно сначала прорисовать для удобства карандашом немножко отметить наметить линии нужно чуть-чуть желтенького добавить можно белым взять потом в самом конце добавить свет на лапках чтобы мы их подчеркнули и чуть-чуть беленьким где-то еще передобавить чтобы он не совсем вот и вот здесь на черную часть и так сделаем ну вот по-моему по-моему очень даже симпатично получилось красненьким ну все теперь точно все ну не